Витаксон инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, Фармак, ПАО, Украина, КОТАИТЕКС, Н07XX Активное вещество, лекарственная форма. Витаксон форма выпуска, упаковка и состав препарата Витаксон. Раствор для ВМ введения прозрачный, красного цвета, со специфическим запахом. 1 Амп. Тиаминогидрохлорид в пересчете на 100% безводное вещество. 100 мг. Перидоксина, гидрохлорид в пересчете на 100% сухое вещество. 100 мг. Цанакабаламин в пересчете на 100% сухое вещество. 1 мг. Лидокаина, гидрохлорид в пересчете на 100% сухое вещество. 20 мг. Вспомогательные вещества. Бензиловый спирт 40 мг. Натрия полифосфат 20 мг. Калия гексоцианоферрат 3. 0,2 мг. Натрия гидроксида. Раствор 0,1 М. До pH 4, 4, 4, 8. Вода D. Их до 2 мл. 2 мл. Ампулы стеклянные. 5. Блистеры. 1. Из пленки полимерной пачки картонные. 2 мл. Ампулы стеклянные. 5. Блистеры. 2. Из пленки полимерной пачки картонные. Клиника. Фармакологическая группа. Комплекс витаминов группы. Фармакотерапевтическая группа. Витамины группы В плюс прочие препараты фармакологическое действие. Препарат содержит витамины в 1 тиамин, в 6 передоксин, и в 12 санакабаламин, дефицит которых может приводить к неврологическим расстройствам, главным обратам, со стороны периферической нервной системы. Препарат быстро восполняет дефицит указанных витаминов. Тиамин является кофактором ферментов, переносящих двухуглеродные группы в реакциях декарбоксилирования. Перидоксин является кофактором трансаминаз, а также кофактором в некоторых других реакциях метаболизма аминокислот. Санакабаламин является кофактором в реакциях переноса одноуглеродных групп. Лидокаин – местно-анестезирующие средства, вызывающие все виды местной анестезии – терминальную, инфильтрационную, проводниковую. Показания к применению в комплексной терапии следующих заболеваний – нейропатическая боль, вызванная полинейропатией, в Т.Ч. Диабетической и алкогольной, невритой и невралгии, невралгия тройничного нерва, неврит лицевого нерва, межреберная невралгия. Болевой синдром, вызванный заболеваниями позвоночника – дарсалгия, люмбайшалгия, плексопатия, корешковый синдром, вызванный дегенеративными изменениями позвоночника. Способ применения и дозы режим дозирования в целях быстрого достижения высоких плазменных концентраций при тяжелых и острых болевых состояниях в течение В первых дней вводят по 2 мл, суд. По мере стихания состояния и в более легких случаях вводят по 2,0 мл в 2-3 раза в неделю. Рекомендуется осуществлять еженедельное медицинское наблюдение. Рекомендуется как можно раньше перейти на прием внутрь. Путь введения препарат вводят глубоко в мышцу. Непреднамеренное внутривенное введение препарат следует вводить исключительно внутримышечно, не допуская его попадания в сосудистое русло. При непреднамеренном внутривенном введении необходимо осуществлять медицинское наблюдение, например, в стационарных условиях, в зависимости от тяжести возникших симптомов. В интервалах между введениями препарат принимают внутрь. Побочные действия применяются следующие понятия и частоты, очень часто, 1 десятая, часто, 1 сотая DLT, 1 десятая, нечасто, 1 тысячная DLT, 1 сотая, редко. 1 десятитысячная DLT, 1 тысячная, очень редко, DLT, 1 десятитысячная и частота неизвестна, невозможно оценить на основании имеющихся данных. Сообщалось об отдельных случаях развития повышенного потоотделения, тахикардии, акне, кожных реакций, включая зуд и крапивницу. В отдельных случаях могут развиваться реакции гиперчувствительности, таких как сыпь, одышка, анафилактический шок, ангионевротический отек. При быстром введении, например, вследствие непреднамеренного внутрисосудистого введения или введения в ткани с богатым кровоснабжением. Или при превышении дозы могут развиваться системные реакции, включающие спутанность сознания, рвоту, бродикардию, аритмию, головокружение и судороги. В редких случаях ввиду наличия бензилового спирта могут развиваться реакции гиперчувствительности. Частота неизвестна, сжение в месте введения. Противопоказания к применению. Гиперчувствительность к активным или вспомогательным веществам препарата, тяжелые нарушения проведения по проводящей системе сердца. Острая декомпенсированная сердечная недостаточность, беременность и период грудного вскармливания, в суточной дозе до 25 мг. Витамин В6 не несет угрозу безопасности во время беременности и в период грудного вскармливания, препарат содержит 100 мг витамина. В6, поэтому его не следует применять в эти периоды, детский возраст. Применение у детей противопоказан детям особое указание. Препарат следует вводить исключительно внутримышечно и не допускать попадания в сосудистое русло. При непреднамеренном внутривенном введении необходимо осуществлять медицинское наблюдение, например, в стационарных условиях, в зависимости от тяжести возникших симптомов. При применении препарата более 6 месяцев возможно развитие нейропатии. В одной ампуле, 2 мл, препарат содержит менее 1 моль, 23 мг, натрия. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами особой меры предосторожности не требуется. Лекарственное взаимодействие. В присутствии сульфицидержащих растворов тиамин подвергается полной деградации. В присутствии продуктов деградация витамина В1. Другие витамины могут подвергаться инактивации. Терапевтические дозы витамина В6 могут снижать действие леводопы. Возможно взаимодействие с изониазидом, пеницилламином и циклоспорином. Если одновременно с парентеральным введением лидокаина применяются и пенифрин или норопенифрин, возможно усиление нежелательных реакций со стороны сердца. Возможно взаимодействие с сульфонамидами. При передозировке местными анестетиками применение пенифрина или норопенифрина не допускается.